Всем привет, кто зашёл на мой канал. Девочки, сегодня 11 число, 20 минут 9 уже вечера. Мы с Верой ходили на Луговую. Пошли, уже правда поздно пошли. Ну, кое-что купили. Я вам сейчас покажу, что мы купили с ней. Небольшие покупочки и буду заниматься рыбкой. Ой, девчата, купила. Давайте с ней продуктов сначала. Зашли в фикс прайс. Я купила вот таких два горшка под цветы и два вот таких. По 69, по-моему, они рублей. С поддончиком вот сразу тут, видите, да, водички полив. У меня цветы рождественник стоит, уже корни пустил, а посадить его некуда. Вот нашла. Четыре горшка купила, девчата. Купили баночку кармишонов. Это Вера любит у меня. Взяли. Купили. Вот такие. Чарующий аромат. Грант экстра. Насыщенный вкус кофе, девочки. Натуральный, растворимый. 80 грамм здесь на 40 чашек. Он даже, видите, запечатанный. Ну, хороший. Тут пачках не было. Говорю, я давай возьмём. Кофе-то пьём, заканчивается. Ну, как всегда, я купила 9 штук Аленки. Крем-брюле начинка была. Один бит был. Потом купили котику. Он сухой-сухой ест. Фриски с говядиной, с курицей взяла. И с ягнёнком. По три пачки. Пачку уже съел, парень. Вот. И жули. А масло, девочки, опять купила. Вот такое Рико. С оливковым. Подсолнечное масло, рафинированное, дезодорированное. Я уже им попользовалась. Хорошее масло. Кот-кот мой чует рыбу. В наш магазин забежали. Вер брала мороженое. Но это он рыбу чует. Брызть, маркиз, нельзя. И взяла кодигри для взрослых собак. У 25 рублей пачечка. У меня кончились головы и кончился суповой набор. Надо искать. А заходила в интернет-магазин, нету. Курицы там на подложках, целые куры. А вот именно для животных ни лап, ни шеек, этого ничего не было, девочки. Я же говорила, птицефабрики закрываются. Поэтому не понять, что. Сейчас я вам покажу еще. Ну, Вера зашла себе, купила вот такой карандаш. Говорит, мама, брови красить. Артисты. Даже с расческой, девчат. Ну, молодежь. Вот. На белом покажу. Вот так вот. Вот оно. Вивелина, что-то написано. Косметик. Зашли там в магазин. Ну, там очень крутые цены. Я говорю, Вера, ничего здесь покупать не будем. Поедем завтра китайцам на рынок и купишь там свои карандашики и всякую остальную дребедень. Девчата, я купила ей сережечки. Ну, это просто. Это не на день рождения. Просто так. Вот. И себе. Для Веры. Серебро. Серебро 925-й пробы. Диаметр 3,5 миллиметра. Вот это вот. Так, брысь. Он залез. Ну, только посмотри, покой ему нет. Там рыба у меня лежит. Видите, какая красота. Я потом поближе. Вот такая вот красота, девчульки. Я покажу поближе немножко. Сейчас все покажем. Вот это. А потом сядем и серьги рассмотрим их поближе. Красивые очень. Ну, и себе увидела. Я-то все пораздавила детям. Свои. Ношу, конечно, золотые. Тоже дочкины. Старшие дочки еще в первом классе. Когда колола ушки. А тут увидела вот такую девчатку красоту. Как вам показать. Вот. Ну, не увидите. Вот они. Темно. Я вам потом покажу. Красивые. Говорю, ой, надо посмотреть. Ну, это Вере тоже, конечно, будут. Она говорит, да будете меняться с ней. Где вы оденете? Где Вера? Я говорю, ну, конечно. Больше, конечно, для Веры. Она любит серебро, носит. А уже золото. Я пойду посмотрю ей на день рождения. Она говорит, мам, не покупай. Я говорю, да я могу и не покупать до 16 лет. Ты теряешь. Вот серьги одни ее, которые кругленькие, 950 рублей. А которые с камушками, 1700. Лекарство девчата зашла, вот зашла в фикс прайс, отдала 882 рубля. Что купила, спрашиваю. А зашли в аптеку. Это вообще что-то с чем-то, девочки. Сейчас вам покажу лекарства. Вот лекарства, девчата, набрала аж на 3153 рубля. Это еще у меня со скидкой. Это вот целый мешок, девчонки, представляете? Это мое лекарство. Вот это все. Ну, я брала этот раз все на 2 месяца. Вот. Все мои пачки, которые я должна есть, и вот еще. Это на 2 месяца. Чтобы я не бегала вот за каждый... Месяц он быстро же проходит. Для Веры купила кальцимин. Что-то она вот здесь оторвала. Этикетка была или что? Не пойму сейчас. А, наверное... Так, вот здесь написано. Для восполнения дефицита кальция, микроэлементов у детей, подростков и у женщин профилактика и комплексное лечение остеопороза различного генеза. Но она мне сказала про пиотия. Вот это вот. От пяти до двенадцати лет и взрослым детям от двенадцати лет. Нам уже четырнадцать будет. По одной таблетке два раза в день. Ну, тут читать о взрослом. Старше. Да, по одной таблетке два раза в день. Пропьете, говорит. Это вот для костей, девочки. А, тут в боку банки, бутылки. Яна, вот. Шестьдесят таблеток здесь. Цинк, марганец, медь, бор. Ну, будем поить. Че делать, девочки? Ничего не сделать. И золотое мумиё. Вот. Маркиз, подожди. Способствует поддержанию нормального состояния костной ткани. Сто процентов мумиё. Двадцать таблеток. Алтайское. Девчата мне писали. Вот я купила, девочки. Ну, я потом сяду, почитаю всё это, да. Говорю, сколько пить? Она говорит, вот пропьёте вот это. И пока на этом всё. А там дальше будете смотреть. Это я уберу и покажу рыбу, что я купила. И сейчас я буду, девочки, заниматься рыбой. Правда, пришло уже время как бы и поздновато. Но ничего страшного. Сейчас лекарство уберу. А то тут котик у меня вот развалился. Мы лежим. Серьги я потом вам покажу, мои хорошие, их поближе. Вера говорит, мама, я буду сегодня одевать. Я говорю, ну, конечно, сегодня оденешь и будешь их носить. Для чего же их покупают? Это уберём пока. И сейчас я вам рыбку покажу. Я купила горбушу, девчонки. И думаю, горбушу... Вот такая вот горбушина. Вот она. Я её сегодня делать не буду. Но я её попорежу по кусочкам и уберу. Чтобы она не замерзала. Я её сейчас разделаю тоже. А здесь купила, девчата, прям вот свежайшую на вагу. Вот она. Видите, она прям вот, ну, свежая. О, присвежая. Что я с ней буду делать? Я сейчас её, кузико, ей распарю. Отрежу голову, кишки вытащу. Это будет котик мой есть. Её помою. У меня вот такой вот противень стеклянный. Я её всю уложу. Посолю, поперчу. И лучком обложу. Немножко водички добавляю. И в духовку. Девчата, это будет вкуснятина. Она просто оближешь пальчики. Она свежа. Говорю, Вера, я сейчас буду делать. Ты будешь кушать? Ну, не знаю. Я говорю, да, конечно же, будешь. Поэтому я буду делать и постепенно вам буду показывать, как я это делаю. Девочки, вот чище. Прямо вы видите, как вот целиком. Как бы она целенькая. Головочку отрезаю. Видите, тут такая прям красота. Она мелкая. Сюда будем головы. И аккуратно, вот, чтобы желчь, вот она, видите, не раздавить, как бы. Это выкидываем. Свежа. Я сейчас... Она в духовке, буквально кот мой ест уже вон голову. Бедно сидел, облизывался. Вот. Тут ее просто помыл. Это так вкусно. Я даже вот эти вот перышки не отрезаю, девчонки. Я их люблю тоже покушать, пожевать. Особенно жареные мне нравятся. Вот это вот выкинем. Оголовки съест мой котик. А красную горбушу я почищу кусочками. Видите, даже с икрой. Вера, потихоньку иди. Вот. Ну и вот таким вот образом. Сейчас, девчонки, я покажу чуть-чуть. И у нас с тобой я кофе вам пила. Ты будешь? А че? Не хочу. Это навага. Сейчас я вам дам еще котенку. Коту вот эти головки он съест. Иди, 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 иди. Много тоже нельзя, то он объестся. У него нету меры. Слышно. Пошла мерить, мерить серьги. Она довольная такая. Любит серебро. Я говорю, давай. Ну, а тут она, мама, я себе купила тоже. Она говорит, мама, слава богу, что ты себе хоть раз купила. Девчата все детям. Про себя забываешь всегда же. Не то, что забываешь. Я ношу эти вон сережки Наташи колола ушки. Первый класс. Она тоже потом другие, другие ей покупала. А эти вот первые серьги, они у меня сохранились. И я ношу их сама. Детские. А Верочкина первые серьги мы отдали Крестюше. Крестюше еще ушки не прокололи. Чего они, я не знаю. Я бы уже давно проколола. Но я же не могу взять ребенка и повезти без родителей. Поэтому сами пускай ведут. Прокалывают дитю ушки. И одевают серьги. Мое дело подарить. Ну вот сейчас я ее помою, девочки. Уложу лучком. Представляете, как это все свежак. Мы ехали, я говорю, ой, там уже, наверное, сейчас все закроют и рыбы никакой не будет. Нет, была рыба. Хватит, Маркист, ты и корма пачку съел. Три головы. Не нарыгаешь, дружок, потом. Жадничаешь, че? Не надо жадничать, мой хороший. А вот, смотрите, это для кота рыбешка. Вот она, маленькая навашка. Вера любит больше белую рыбу, чем красную. Купи, мама, только белую. Я даже заходила в павильон. Она со мной даже не пошла. Меня, мол, от запаха рыбы этой тошнит. Это вот как моя средняя дочь-то мясо не переносит. Она в руки не могла взять. Я говорю, как же ты будешь мужу-то варить? Вот она, муж сам варил мясные блюда. Она не может даже не то, что порезать, а помыть, взять руки мясо. Почему такое, не знаю. Ну, вот эту я сейчас отдам котику. Кишки вытащим. А это... Сейчас, Маркизик, сейчас тебе отдам. Вот. Сейчас, девочки, я вымою. И вам все покажу. Вот я навагу почистила. Девчата, головки он будет кушать. Кишки эти выкинем. Сейчас я уложу. Прям вот... А, я же уложу. Посолю, девочки. Прям... Прям... Прям вот так вот. Присолю. Поперчу. Вера пошла мерить серьги. Ну, это кто любит перец. Хотите, перчите. Я всегда перчу и солю. Ну, не настолько, конечно, прям, что... Как Вера вчера взяла, купила себе эту лапшу какую-то. Какую-то новую. Ест, ты говоришь, плава, настолько она острая, настолько, что аж есть нельзя. Я говорю, выкинь ты ее. Раз не... Нельзя есть. Ну, сильно остро. Зачем же ты ее ешь-то? Выкинь, да и все. Вот. Посолили. Поперчили. И буду... С икрой, девочки. Обалдеть. Буду я ее вот так сейчас укладывать. Она чуть-чуть как бы пропарится. Девчат, чуть-чуть. Духовки. Вы знаете, какая-то будет вкуснота. Сами хребтина, она сама отойдет. Потом мяско просто вылавливаете, как говорится, и едите. Не надо будет тут ничего придумывать. Это вкусно. Я помню, жила же на набережной тут рядом прям. У нас там рыбаки были в советское еще время. И вот они когда шли с рыбалки-то зимой, они стояли, там у нас назывался Косой переулок. Магазин был застроном. Вот, видите, девочки, я уложила все. Вот эту вот водичку, прям сюда ее. Полью, полью, перчик тут с этой. Сейчас я эту вымою штуковину. Продавали свежайшую рыбу кучками. Рубль-кучка, рубль-кучка. Мы покупали. Всегда жарили, готовили. Это блюдо я пока отложу в сторонку. Сюда потом нарежу лук. Прямо так сверху наложу и добавлю немножко прям водички и в духовку. И будет готово. Сейчас я сделаю горбушу. Тоже ее приготовлю по кусочкам, девочки, чтобы она, ну как сказать, не валялась целиком. Турас, ну покажи. Ой, какая красота. И брови накрасила. Тебя заснять? Докумально. Красиво. Вера пришла. Вера накрасила вот сюда, вот так вот встань. Вера накрасила вон брови. И вот надела серьги. Вот сережки. Красиво. Смотрится, дочь, красиво. Ну-ка, от твоего второго ушка. Ага, вообще шикарно. И брови мы накрасили. Поздоровайся все. Всем привет, привет. Ну хорошо. Мне нравится. А иди те теперь, померясь. Сереги тоже придешь. Ну, вторые, померяй. Они такие маленькие. Не хочешь те? Ну, те я поношу. Как захочешь, то дай я тебе дам. Ладно. Все? Ну, давай. Иди, я сейчас рыбой дай занимаюсь. Девчонки. Просто девчонка пришла. Ей хочется показать, как она одела сережки. И эти, как их называют-то. Бровки накрасила. Ну, конечно, надо же подхваливать всегда. Чтобы у дитя был стимул ко всему. Я всегда ее подхваливаю. Ну, вот теперь с этой рыбой. Эту рыбу голову, девочки, я отрежу. Жабры вытащить. Жабры. И голову саму отварить можно съесть. Можем у собаки. Я люблю их кушать. У меня еще были. Отварю. Вот здесь такие самые-самые вкусные хрящики. Ее просто свари и съешь. Это очень вкусно. А можно голову, вот, хвост, допустим, да, башку и вот такой вот еще кусочек. Вот суп рыбный. Жабры только сейчас вытащу. А из этого можно пожарить. Я сейчас уже разделаю ее, конечно, всю. и сделать подлив. Кто любит белый, я белый подлив не люблю. Я делаю с томатиком, чтобы он был по цвету и по вкусу красивый. Вот только такой. Это кот наелся, девочки, и все равно кружится возле меня. Ну, как же, тут же рыба. Вот это мы все вырежем. Свежая рыба, девочки. Свежак. Завтра мы собираемся с ней поехать еще на спортивку. Она же не купила себе косметику. Ну, зашли чудодей. Там такие цены. Я говорю, Вер, ну, один карандаш. Вот этот вот она взяла дешевый. А так там, девочки, ну, цены заоблачные. Я говорю, дочка, ну, тебе цены эти очень круто. Пойдем, говорю, китайцам. Там все дешевле. Купишь побольше себе, что там хочется тебе. Раз уж пообещала, то завтра я, конечно же, с ней проеду. И, наверное, зайду, зайду, девчата, еще куплю рыбки, горбушки возьму. Она сейчас дешевая. Вот за навагу и за горбушу я отдала девочке 500 рублей. По-моему, даже что-то сдача была какая-то. Рублей 50. Была-была. 450, наверное. Вот. Но она свежая. Я вот и думаю. Ну, конечно, я ее сейчас не буду жарить. У нас-то двое, чтобы она... Я в пакетики и в холодильник положу. Вот так, кусочками. И еще на раз. Голову, хвост и тот вот кусочек. Это отдельно. Это будет у меня киса. Крутишься, штатив уронишь. Маркиз. Не жадничай, ты уже поел добре. Ну, это что такое? Нельзя столько есть. Мне не жалко. Потом нарыгаешь. Вот. Мыть не буду, девочки. Мочить ее сейчас я не буду. Перед тем, как вот жарить, я ее потом достану, промою и буду жарить. Она чистая. Зачем ее... Не надо лишний раз ее мочить. Сейчас жабры вытащим. Это вот жареха будет пакетик. А это... Голова, хвост и вот этот кусочек. Это я буду... Молоки тоже жарим, девчата. Сейчас. Вот это вот. Жабры выкидываем. Выкидываем жабры. Молоки тоже будем жарить. Это не выбрасывается. Это все съедается. А вот жабры... Вот это все выбросим. Сейчас я хочу сказать, что-то 160 рублей горбуша была. Поэтому, говорю, надо сейчас хотя бы рыбы убрать и наедаться рыбой, девочки. Потому что была у нас... Такие цены были заоблачные. Я говорю, мы на море жили, а красную рыбу себе просто не могли позволить. Вот. Сейчас более-менее вот цена на рыбу упала. А кита лежала 250 рублей. Тоже красивая. Ну, дорогая. Она же не маленькая. И там одна рыбка потянет. Ого-го. Говорю, нет. Говорю, я не хочу ее. Как не хочу? Хочу. Только мой кошелек не хочет, девочки. Вот так я скажу. Мы-то все хотим. Да кошелек наш не все позволяет. Но я не жалуюсь ни в коем случае, девочки. Мы не умрем. Мы горбушу с удовольствием поедим. Правда же? Горбуша вкусная рыба. Вот я всю ее почистила. Это будет другой у меня пакетик для супчика рыбного. Поедим с удовольствием. Ну, сейчас я наважку сделаю. А гарнир можно картошку, можно спагетти сделать под навагу. Посмотрим. Сейчас что-нибудь-то сделаем. Мы идем с ней. Уже темно домой. Я говорю, Вера, люди уже дома сидят, а мы с тобой только-только идем. Она говорит, люди рано встают, а мы с тобой спали. Мы что-то, девочки, расслабились за каникулы. Спим сколько хотим, во сколько хотим ложимся. Надо как-то в режим входить. Пакеты я выкидываю. Сейчас пакеты и мусорное ведро. вот это и это. Вот. А это сейчас я помою все и по пакетикам сложу. Ну, вот я сейчас, девочки, сделаю так вот головка, кусочек, хвостик и еще такой кусочек добавлю. Это вот мой будет супчик. В морозилку пойдет. А это у нас будет жареха. Вот они кусочки. Сейчас я принесу луковицу. Порежу лук на вашку. Вот. Это буду жарить и делать подлив. Это я убираю, девочки, в морозилку. Ну, вот, девчонки, я еще посыпала вот такой вот приправкой букет перцев на рыбку. Немножко, буквально, лучок порезала такими долями, обложила. Вера не шибко любит, а я люблю вот именно с духовки лук. И решила спагетти сейчас сварю. Сварю спагетти, а потом вылавлю вот этот лук на это спагетти. Это такая вкуснота. Я люблю так. Вера лук этот не любит. И духовку нагреваю. Духовка нагреется. Чуть-чуть воды, чуть-чуть, девочки, на донышко, чтобы она просто не прилипла к посудине. и в духовку ставим. Вот сейчас она нагреется, проставим. И там смотрите, она буквально быстро-быстро готовится ножом потом. Ножом вот таким образом. Если нож входит спокойно, все, это готово. Я поставлю уже с духовки, когда вытащу, вам покажу и все расскажу. Девочки, вот я вытащила. Здесь я спагетти сварила, уже положили мы. А здесь вот моя навашка. Видите, она распарилась. Она вот даже, вот косточки все, вот они прям сами вылазают. Свежайшая рыба. Свежайшая. Сейчас на отдельную чашечку, видите, вот прям вот отделяй, вот мяско, вот оно. Косточка вот эта центральная вытаскивай, а это все съедай. Вкуснота. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. А мы сейчас будем с Верой кушать. Вот Вера любит огурчики, макарошки. И сейчас мама вот эти косточки все вытащит и туда будем добавлять. Девчат, всем приятного аппетита. А мы садимся ужинать. Вот, девочки, мы поужинали. Рыба вкуснятина, свежайшая. Вот знаете, как будто ее сегодня буквально и выловили. Съели с удовольствием. Вот я вам покажу, которые Вера носит уже года два, она носит вот эти серебро. Видите, какие у нее сережечки. и она вот любит именно кругляшами. Они тоже вот как бы вот немножко рифленненькие вот здесь. Симпатичные. А купили ей вот вот сейчас светло. Но они даже вот с этими сравнить. Видите, насколько больше. Я говорю, нравится? Тебе нравится? цельную бери тоже серебро. Без делушки сразу ухо у нее нарывает. И у меня также. У меня даже серебро уж-то. Я не знаю, вот смогу одеть вот те, допустим, серьги. У меня сразу нарыв идет. Вот они симпатичные девочки. Они так блестят. Вот они. Пусть носят на здоровье. А эти взяли, вот вторые. Эти отдали сколько денег-то? 950 рублей за вот эти вот. Вот ценник. 950 рублей серьги. Ну, хорошенькие. А вот эти 1700. Смотрите, какие красивые. Тоже прям вот красивенные. Вот они. Вот девочки. померю сейчас тоже на себя. Симпатичные. Я не знаю, как они будут лухи смотреться. Я там так померила. В переходе брали жара еще. Все равно так не померишь, как дома. Вот застежка мне не нравится. Вот такая. Вот на такой застежке она двое золотых серег потеряла. я люблю обычные застежки, вот как на моем. Сейчас я сниму свою серег. Вот такую люблю застежку. Вот это серьги дочери я первой своей колола ушки. В первом классе она носила. Я их ношу сейчас. Представляете, сколько им лет? 33 года вот этим серьгам. Боже мой. Ну у меня было очень много сережек разных других. Но почему-то вот эти для меня самые дорогие. Потому что это мои Наташи самые первые серьги. Вот они. Я их ношу девчат с большим удовольствием. Представляете, ну вот я вам рассказала девчат сейчас одену вот эти серьги и вам покажусь мои хорошие. Девочки вот наверх пришли мы с Верой поужинали поужинали около пол одиннадцатого мы ужинали было а сейчас уже без двадцати двенадцать день заканчивается короче я села вот пришла наверх сняла эти видео про серьги вот видите я одела эти сережки конечно они мне понравились просто красиво смотрятся тоже серебро но посмотрю не нарвет ли мое ухо если нарвет то это тоже только вероны будут тогда я не смогу просто носить потому что кроме золота уши мои ничего не принимают ну вот сейчас буду читать вот это вот лекарство мумии девочки и вот это вот кольцемин все хорошо прочитаю она мне сказала как поить и завтрашнего утра два раза в день буду пропаивать ребенка открыла компьютер по моим комментариям девчата ну вот надежда касьяна меня спрашивает у меня вопрос а родители мальчика неужели даже не пришли и шаг навстречу не сделали помогли бы или они не знают а учитель почему не работает по этому вопросу это по поводу ручки верный кто со мной давно тот знает что с ручкой вышел этот случай где-то 25 декабря с 26 мы пошли практически на каникулы ребенок даже на елку не пошел на школьную мы ушли на каникулы на каникулы мы ушли на елку мы не явились и я учителю позвонила что так и так мальчик ударил Вере по ручку и нам наложили гипс учитель в курсе но каникулы же были девочки естественно дети все отдыхали 9 числа пошли в школу мы в школу не пошли 9 числа мы 10 ходили на прием к врачу мы идем в школу в понедельник я вчера или позавчера буквально 10 числа когда пришла с травмпункта я позвонила учителю рассказал ситуацию она мне сказала у этого мальчика я не знаю ну может быть и папы даже нет потому что она сказала у него дядя дядя такой состоятельный приличный который его держит в руках вот она вызывает на понедельник этого дядю в школу и прихожу я к 3 часам и будем разбираться что будем делать я потом вам все-все расскажу вы не думайте что я это просто спущу на тормоза нет конечно конечно нет девчат это же мой ребенок пострадал мой еще неизвестно что дальше будет а то будет вот так вот и на погоду и на все болеть рука это второй раз травма в одном месте вот в этом вот в этом изгибе у нее вот именно вот здесь левая ручка она в 6 лет подалась с велосипеда и вот ударили ей поэтому я же тоже я же не глупая женщина естественно я просто так это обейте мою веру мы будем лечиться молча нет этого не будет этого не будет однозначно вот всем спасибо кто кто меня поздравил с первой зарплатой да девочки я очень рада конечно это помощь нам огромная будем работать будем стараться чтобы хоть какая-то была доплата к нашей пенсии лишних денег не бывает тем более у меня ребенок растет и потребности на ребенка растут вот если честно почему я стала развивать канал конечно я же не могу с моими с проблемой с моим сердцем я не могу пойти работать на производство ну и рассчитывать на одну пенсию я тоже не могу это хорошо там ребенок мне помогает присылает но я тоже не могу у меня совесть какая-то есть я не могу говорить там Катя ну-ка вышли мне ну-ка вышли мне ну-ка ну каждая мама старается не просить по возможности у детей это естественно все это естественно девочки вы же сами знаете что каждая мама старается помочь своему ребенку а не брать от ребенка вот если есть конечно чем помочь я вот допустим не помогаю детям ну свежу что-то там где-то что-то конечно с огорода давала когда я его сажала вот у нас лет пять у нас огород заливает там ничего практически и нету в том огороде то вот потом еще тут вот я читаю вопрос что мне вот пишут вот Светлана Левченко Танюшка поздравляю с первой зарплаты умничка что заказала спицы Верочке скорейшего выздоровления она пишет я давно на них облизываюсь но у нас и половину не купишь за такую цену я отдала там три тысячи девчаток пятьсот рублей из них это пряжа Ализа Шакерим юниор пять мотков а две с половиной две с половиной это минусуйте триста доставка получается две двести за девять спиц КНИТПРО я думаю что я себе заслужила спица за пять лет вязания нормальные но и те нормальные мои китайские мой чемоданчик это мое и оно мне дорого я его никогда не брошу я буду им вязать все время но и теми хочется повязать девочки конечно хочется поэтому я посчитала что я вполне могу себе заказать сделать такой подарок ой на новый на старый новый год ну как считать потом пишут тут тоже мне вот что Тань Вартём бы ты и не ездила а прописывала в Владивостоке да девочки я же позвонила в Артём я в каком-то видео рассказывала я позвонила в паспортный стол в Артём и мне объяснили вы что можете не приезжать вот в понедельник мне если напишут вот это уже справку с опеки я пойду здесь у нас во Владивостоке на столетие мои документы я всё предоставляю им и они сами с Артёма ребёнка выпишут и пропишут здесь у меня по дому и в феврале мы уже получим паспорт с Владивостокской пропиской то что я хотела я всё потихонечку постепенными шагами я всё-всё добиваюсь вот то что задумано я думаю оно всё воплотится положено по закону ребёнку квартиру и я надеюсь что она у неё будет дай Бог молю Бога об этом всё время всё время об этом молюсь чтобы у неё жизнь была и свой угол собственный свой угол был и жизнь была хорошая у ребёнка вот ну вот девчата тоже здесь мне пишут что и уже подорожал автобусы где-то и маршрутки и эти метро у нас пока в Владивостоке вот сегодня мы ездили пока автобусы не дорожали но я хочу сказать у нас всегда подорожание происходило где-то в 20-х числах 20-21 января ну доживём до 20-го числа девочки повысят и повысят обязательно я даже не сомневаюсь в этом вот я говорю вот только что единственное ну всё продукты дорожают ну нам же пенсию добавили я не знаю сколько там добавили придёт она 15-го января да да сегодня только 11-го 15-го но и то я же со Сбербанка перекидываю на карточку я даже не вижу сколько приходит у меня пенсия там вот чем плохо Сбербанк это надо идти туда и распечатку брать чтобы увидеть ну копейки добавят девочки копейки а заберут в три раза больше этих копеек там на проезд там ещё на что-то там ещё на что-то вот поэтому и подумаешь надо вести канал развивать его и усиленно работать потому что мне хочется чтобы мой ребёнок ни в чём тоже не нуждался не ощущала себя какой-то ниже других детей в чём-то ущемлённый вот это самое главное что нужно стараться мне чтобы ребёнок был на уровне других детей а то и лучше но пока что у меня всё это пока 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 это всё получается девчонки я стараюсь она у меня одета а будто ухоженная залюбленная это самое главное а остальное всё приложится было бы у мамы здоровья а поднять я её подниму вот я в этом не сомневаюсь даже ну чё тут ещё пишут девочки комментарии все хорошие был такой комментарий мне пишут значит что сейчас 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 а вот здесь ура нашла это там где про светофор по возможности пишите пожалуйста подробнее в названии ролика ролика о его содержании хотя бы о самом главном девчонки я же ещё много чего не знаю но кто знает подсказывайте пожалуйста я всегда послушаюсь хорошо я и так уже пишу название там что почём но сейчас сейчас вот допустим у меня мастер-классов нету вот пока нету у меня и глаза прибаливают немножко потому что я устаю сутками же вяжу сижу устают глаза и пока вот шапочный вон у меня шапочки навяжу и буду вязать я говорю вот сейчас кофточку для внука племянчатого и крестения свяжу ну там какие моменты я буду делать короткие мк девочки попетильно пока пока не обещаю вот болталки также будем снимать потому что просите ещё я не помню уже кто-то мне написал сегодня сегодня по-моему что вы бы вот снимали свои болталки по полчаса по полчаса 40 минут это длинно для меня я прокручиваю чтобы у вас значит ролик раскручивался чтобы больше было просмотров да девочки мои дорогие ну как можно себя поставить вот в эти рамки ну не это просто невозможно ну как это мне что будильник ставить полчаса и выше ни грамма минуты ну кто хочет меня увидеть а другие пишут Таня снимай больше под ваши болталки мы вяжем общаемся и вяжем только возьмёшь спицы в руки болталка уже кончилась я сама люблю вязать вот такие вот видео я смотрю всегда и вяжу одним глазом в компьютер а уж что у меня там и сижу вяжу свои дела делаю поэтому девочки тут ограничений нету я считаю кто хочет меня посмотреть ну посмотрите если для вас это длинно за два раза я и бывает вот не досматриваю ролик да и выключаю компьютер ухожу там по делам если я потом открываю компьютер есть же там такая графа посмотреть дальше и ролики вот эти недосмотренные если у меня есть желание его досмотреть я его обязательно досмотрю девчата я не могу на всех угодить поймите меня вот поймите тоже был такой вопрос Тане не могу найти где в мастер-классе вывязывается росток по синей кофточке девочки там мастер-класс 8 частей пожалуйста значит найдите и ткните меня носом это мне нужно 8 этих частей заново пересмотреть ну росток вывязывается это или или седьмая шестая седьмая восьмая вот эти вот эти три части посмотрите потому что в первых там начальных там кокетка вывязывается вот или в седьмой или в восьмой или в шестой но поглядите же вы вот эти вот части и вы увидите там этот росток а мне представляете мне тоже это искать надо потом надо открыть скопировать открыть ваше снова сообщение и вам выслать девочки это очень много затрачивается времени я за это время у меня же ребенок на руках еще об этом тоже не забывайте пожалуйста мне нужны и пообщение и общение с ребенком уделите и внимание и и кушать сварить и дома прибрать я не могу только сутками сидеть в компьютере я понимаю если бы я была одна я и так сижу очень много в компьютере девочки не хочу никого обидеть вот такие уж вопросы пожалуйста откройте наберите мой канал откройте какой вас там интересует вот это синяя ковчика откройте посмотрите их 8 частей впереди идет кокетка к концу уже части там идет росток и подрезы ну посмотрите это 6 7 или 8 вот где-то в этих частях вопрос еще был такой девчата я считаю ну сейчас я не найду наверное сейчас но тут пишет тоже Танечка с первой зарплаты здоровья вам сверточка видео смотрю с удовольствием девочки всем огромное спасибо огромнейшее спасибо кто меня вообще смотрит кто смотрит рекламу не пропускает этим вы выражаете свою благодарность мне понимаете я ее получаю видите копеечки был такой вопрос а сколько же вам перечислили заработные планы девочки это некорректный вопрос вы же прекрасно знаете что я у меня открыли монетизацию прошлый год так в прошлом году по-моему я стала закидывать надо мне посмотреть просто в мае где-то в мае уже конкретно начала заниматься уже забрасывать видео видео на канал все такое ролик у меня первый был по осени туда вставленный и больше я им как бы не занимался потом начала уже с мая месяца вот и монетизация у меня открылась когда я набрала тысячу подписчиков больше по-моему года вот и посчитайте за год у меня я же говорила там сколько долларов наработалось а разделить эти доллары на то время с какого открытая монетизация разделить помесячно то это получается сущие копейки поэтому не думайте что о Танька там гребет уже деньги деньги лопаты нет девочки я не знаю кто их гребет это у меня не вот как у Иры Маркеловой у нее около 70 там что ли тысяч подписчиков у меня 6 это это раз сколько просмотров там и тут разница ой девчата я считаю каждый труд должен быть оплачен это правильно потому что ты же не сидишь так в потолок плюешь или семечки плюешь на заваленке видео снял закинул его это монтируется видео я его прослушиваю я еще многое не умею вот как вот допустим там музыку вставляют какие-то картинки красивые я еще этого девочки не умею я вот только до меня дошло как делать подсказки когда там уже закинут залито видео я только догадалась я сама догадываюсь до чего-то дохожу своим умом я не прошу помощи ни от кого девчата вот все это мои мозги работают потихоньку потихоньку ну я думаю я научусь не настолько же я безграмотна поэтому девочки все приходит постепенно и потихоньку нет у меня как говорится цели такой чтобы завтра у меня было 100 тысяч вас и деньги легко текли ко мне в карман нет девчата вот поэтому всем понравилась Вера на шапочка спасибо большое да ей хорошо девчонки в ней сегодня тепло было мы ходили она одевала розовенькую шапочку которую я вязала ей с помпоном с беленьким ходили ездили в город и куртку она одевала я тоже сегодня ходила в куртке и ботинки даже одевались споги не одевали тепло на улице было хорошо прям на улице поэтому девочки я вот прочитала сейчас еще поотвечаю на комментарии ваши всем огромное огромное спасибо за ваши комментарии девчата я стараюсь всем ответить но если я себя плохо чувствую бывает и ну ну не могу просто вот сидеть и писать бывает головокружение вот эти вот перепады сейчас пошли жиловато мне конечно то я все равно ставлю сердечки всем знаете что я все все комментарии все равно прочитала и о каждом о вас помню и думаю вот пульхерия мне прислала лежу в лёжку сегодня заболел человек а завтра я на работу бедненькой выздоравливаю моя дорогая нельзя болеть нам нельзя болеть и мне жалко тех вот девчат которые уже в возрасте и вынуждены мы работать это тяжело девочки тяжело ну так жизнь у нас устроена видите как что надо встать и идти хочешь не хочешь а надо идти кому-то на работу а мне надо встать тоже болею иногда пойти кушать приготовить постирать убраться дома навести уют потому что у меня ребёнок дома я тоже не могу себе позволить так вот лечь и забыть все дела ну как это поэтому давайте будем стараться не болеть девочки следим за своим здоровьем а то что повышения идут да бог с ним мы уже к этому привыкли каждый год всё повышают повышают нас давят а мы только крепчаем русский народ мы не пропадём правда же будем муку покупать будем печь девчата печенье не будем так покупать ходить готовы будем свои печь как мы пекли раньше да и в советский период времени мы покупали мешками муку по 50 килограмм сейчас таких распасолок нету а раньше мы же покупали мешок сахара мешок муки мешок риса флягу на 18 литров масла пекли пироги пекли эти печенье через мясорубку как я помню маргарин убегал ничего же выживали девчата жили же и не тужили и детей растили поэтому пусть нас не пугает повышением цен мы будем жить и радоваться все равно жизни будем вязать девочки правда же поэтому нос кверху хвост пистолетом все будет хорошо после темной полосы в жизни всегда идет белая об этом не забываем и темную перешагиваем шагами идем дальше я вас всех люблю девчата всем желаю счастья скоро Старый Новый Год всех поздравляю сегодня двенадцатая ну уже да а завтра Старый Новый Год девочки что-то у меня тоже с головой всех 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 поздравляю со Старым Новым Годом желаю здоровья счастья чтобы все ваши мечты сбывались что вы задумали что-что о чем мечтали чтобы все исполнилось в этом году чтобы детки внуки наши вас только радовали и красивых изделий кто вяжет жду ваши видео ваши комментарии девчата кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь девочки я смотрю у меня и мальчики появились вот будем общаться будем дружить будем конечно же и вязать делиться своими знаниями нажимайте на колокольчик мои хорошие чтобы вам приходили оповещения моих новых видео а на этом я с вами попрощаюсь до скорого с вами была Татьяна пока пока мои хорошие субтитры